По всей видимости, у депутатов 14-го созыва наступают горячие времена. И причиной тому предстоящее обсуждение проекта госбюджета, который наверняка вызовет множество споров. Дело в том, что Кабинет министров планирует покрыть ожидаемый бюджетный дефицит на сумму в 1,7 млрд евро за счет кредита. И это вызывает критику со стороны оппозиции, хотя коалиция считает такой шаг разумным. Обычно осенью всегда люди пожилые ждут новостей относительно повышения пенсии в следующем году. Поскольку прогнозируется инфляция весьма маленькая, порядка 1,5%, очередное повышение пенсии может быть действительно таким несколько разочаровывающим. Поэтому наша фракция считает, что было бы правильно в следующем году все-таки провести внеочередное повышение пенсии. Для социал-демократов, конечно, важно, чтобы в контексте сегодняшнего экономического и социального кризиса, вызванного болезнью и пандемией, государство умно продумало бы те инвестиции, которые нам требуются для того, чтобы действительно более сильными выйти из этого кризиса. Другой жаркой темой, по всей вероятности, станет законопроект, подготовленный в Министерстве внутренних дел. Его суть заключается в том, что зарубежный студент не сможет работать более 16 часов в неделю, за исключением июля и августа, когда учебы в университетах нет. Также, как предполагает законопроект, студент не сможет привезти в Эстонию в упрощенном порядке свою семью. Для этого ему потребуется здесь отучиться хотя бы два года. Авторы законопроекта утверждают, что сегодня сложилась ситуация, когда в Эстонию под видом студентов приезжают люди из Азии и Африки, просто чтобы работать и оставаться здесь. Ряд предлагаемых ограничений должен будет положить этому конец. Эта и другие темы, скорее всего, будут обсуждаться широко не только в Риге-Кугу, но и в обществе тоже. Есть многие вопросы именно в уровне комитетов, комиссий, которые наверху, в том числе и та тема, и связанные с энергетикой разные темы. Но я думаю, что бюджет все-таки самый основной. Если уж будут какие-то возможные ночные соседания, то именно они будут связаны с бюджетом. Депутаты Риге-Кугу прекрасно понимают, что нынешняя сессия будет довольно-таки трудной, поскольку никто не может предугадать, как поведут себя дальше вспышка коронавируса и экономический кризис. Сейчас ясно одно. Обсуждение проекта госбюджета на следующий год вызовет горячую полемику, поскольку коалиции будет необходимо отстаивать его в сложных экономических условиях. А оппозиция, в свою очередь, получит очередной повод для нападок на действующий кабинет министров. И кто выйдет из этой схватки победителям, покажет время. Или коронавирус, который может внести во все документы самые невероятные коррективы. Сергей Овченков, Вячеслав Скалецкий, Новости Таллина.